Цифровизация Интересно будет послушать Послушать Какую роль играет цифровизация Значит я хочу доложить товарищам Которые присутствуют на круглом столе Называется круглый стол Проблема марксизма Постиндустриальном обществе Постинформационном обществе Вот так Вот вчера были доклады В основном посвященные вопросам информатизации И нам рассказывали и про гаджеты И про то, как можно набрать что в интернете Что там можно выбрать Я пробовал выбирать, например Вот если вы наберете Ленин То там написано, что Ленин умер не от склероза Как подтвердили врачи и соответствующая комиссия А от сифилиса мозга Вот я, насколько это свободная же энциклопедия у нас Википедия Я попытался это выкинуть из-за чуши Написать то, что соответствует исти Ничего подобного у меня не получилось И другие товарищи, которые пытались Ничего у них не получилось Поэтому наивное представление Которое может быть у философов Есть, что это цифровизация Это что-то новое Там это просто идет Переносится классовая борьба В сферу электронных технологий В ту сферу, где идет Распространение знаний И где идет распространение идеологии И продолжается классовая борьба В сфере идеологии Второе, значит, поскольку там Просто гнусная статья про Ленина Я пытался, значит, думаю Раз так у меня не получается убрать Про то, как Ленин болел Думаю, напишу я все-таки о том Что у него главное было И главное в ленинизме туда Предисловие Туда, значит, пытался повесить Ничего подобного у меня не получилось Почему? Потому что там есть люди Которые это оседлали Которые стоят Наверное, товарищи знают Что вот есть у нас Общественное объединение Рабочей партии России Достаточно широкое Большое У него есть много разных филиалов Видеоресурсы Газеты И все попытки сделать Страничку в Википедии Рабочей партии России Разбиваются А то, что там сидят некие Которые приватизировали Эти, так сказать, возможности и права И даже непонятно С какого конца И как их оттуда выковыривать Вот, поэтому Никакого наивного, так сказать Настроения, что нас Цифровизация спасет У нас нет И не должно быть Я думаю, по крайней мере На круглом столе Который посвящен Проблемам марксизма Но поскольку Такое настроение было Вчера на пленарном заседании Особенно Господин Вулф Из Германии Нам так рассказывал Ярко так рассказывал Что мы будем там выбирать И так далее И тому подобное Из вариантов Как будто можно Вот вам дадут Три варианта Приватизации И будете из них выбирать Мы уже знаем Что такое выбирать И вот он рассказывал Рассказывал И я решил задать Последний вопрос Который был Я его задал О том Что вот Господин Вулф Вот вы приехали Из Германии Приехали на дни философии В Петербурге А в философии Главное Не информация А в философии Главное Истина Учение об истине А истину Надо брать И как Отражение Действительности Как соответствие Понятия Объекту И как Соответствие Объекта Той Истинной идеи Как истинно Она сформирована Вот У вас ничего Об этом не было А у вас был Разговор об информации А информации много А знаний Мало Ну так сказать На этом Примерное Создание Закончилось А Профессор Вулф Очень меня Благодарил Публично И Придемонстрировал Что он знает Это Вот Когда он Меня стал Благодарить Да 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 Конечно Истина Должна быть Истина Должна быть Истина Соответствие Объекту И преобразование Мира Все Но это у него Оказалось Только вот Последние слова А до этого На всем Примерном До свидания Ни слова Не было Объясни Ни слова Поэтому я думаю Что мы Вот Несмотря на то Что мы уважаем Конечно Всех выступавших Но мы Я думаю Что На нашем Круглом столе Будем Привержены Истина Истина Я тоже Собираюсь Выступить С докладом Но Начнем мы Не с тех Кто здесь За столом А с тех Кто сюда Прикол Вот Первым выступит Товарищ Залко Виктор Иванович Кандидат Экономических Наук Ректор Университета Рабочих Коррепондентов Фонда Рабочей Академии Приготовиться Товарищ Юрков Криво Валерьевич Преподавателю Красного Университета Фонда Рабочей Академии Товарищ Я хочу Начать Тема Тема Озвучена Следующим образом В программе Реальность И номинальность Капитала Но я Сделаю Небольшое Вступление Вот даже Если отключить Все наши Телефоны Гаджеты Компьютеры Не читать Газеты Отключить Телевизор Все равно На тебя Будет валиться Поток Обильный Мощный Поток Информации Но на самом деле Из-за этой информации Скрывается Содержание И Михаил Васильевич Об этом четко Сказал Это проявилось На пленарном Заседании Что идет Классовая борьба Идет Теоретическая Классовая борьба Идет Идеологическая И надо Содержание Видеть Вот я ехал сюда Почитал Метро Свежую газетку Орган Деловых кругов Так называемых Петербурга Деловой Петербург Здесь такая Большая Статья В какое время Мы живем Ну я вспоминаю Мне сразу По названию Я в том скажу Вспомню С учебника истории Когда мы учились Там было деление Новое время Это капиталистический Способ производства Старое время Это докапиталистические Способы производства Первобытно-общинный Способ производства Рабовладение Феодолизм А после капитализма Наступила эпоха Пролетарских революций Во всемирном масштабе Ну вот оказывается Ничего подобного Ничего подобного Поскольку Это было давно Уже прошло Сто лет Когда была совершена Первая победоносная Советская революция Мир давно ушел Вперед Уже все Теперь у нас Не только цивилизация Виртуализация И капиталы И жизни И всего чего только нет Поэтому живем мы Сверхновое время Вот так-то вот Вот этот уголочек Сверхновое время А содержанием его является Оказывается Это масштабная революция Слово революция У всех властах В финансовой сфере Которая не происходила Уже более 500 лет Вот тут Ни много ни мало Ну давайте разбираться Потому что Есть такое понятие Научно-технический прогресс Он вообще идет Безостановочно Вот мы с вами сидим Здесь разговариваем Оно идет И результаты И плоды Научно-технического прогресса Конечно они Реализуются И при капитализме И при коммунизме Поэтому то что Проявляется на поверхности Да Цифровизация Вот у меня в теме Зывает Виртуализация Капитала Это все внешние формы А что стоит Сказать в сущности А в сущности Вообще этот вопрос Был решен 150 лет назад Таким ученым Как Карл Маркс В Капитале Основном произведении Марксизма Он говорит Все разобрал По полочкам Что следует Различать Значит Действительный капитал Эффективный капитал Действительный капитал Это капитал Вложенный В средства производства В станки В сооружения В оборудование В транспорт А фиктивный капитал Это капитал Вложенный Ценные бумаги Я не буду даже Перечислять их Сейчас Тимать мущие Акции Облигации И прочее Прочее Так вот Ценные бумаги Это как бы Представители Действительного капитала То есть Есть такой Термин Титул собственности Вот они служат Титулами собственности И представляют Вот этот самый Действительный капитал Причем Владелец ценных бумаг Может их передать Любому другому человеку Может их купить Продать Они имеют цену Которая зависит От дохода Который они приносят Владельцу Однако Вот всякая связь Между фиктивным капиталом И действительным Здесь теряется Она исчезает Наоборот В головах людей На поверхности явлений Упрочивается представление Как о какой-то Вот Самостоятельном Живучем самостоятельной Жизнью капитали Как самостоятельной Или автоматически Самовозрастающей стоимости То есть фиктивный капитал Это Как бы Двойник Действительного капитала Вот Или как Марс пишет Иллюзорный капитал Вот Который получает Самостоятельную форму движения И повторяю Живет Вот этой своей Самостоятельной Отдельной жизнью То есть это Настройка Над действительным Капиталом Которая Давлеет Над ним И вообще По жизни Многократно Увеличивается Есть разные оценки Но я встречал Такую Что Соотношение Действительного капитала Эффективного Вот этой Настройки над ним Иллюзорного капитала Один к пятнадцати То есть Представляете Какая огромная Настройка Но Экономическая Жизнь Экономическое Бытие Порождает Соответствующие Взгляды Что Эффективный капитал Это вообще Наше все Это вот Одна сторона Вторая Вернешься К научить Техническому Прогрессу Вот Он идет Постоянно Повторяю Притворяется Как-то в жизнь И преобразуется В головах И вот Этот Отрыв Фиктивного Капитала И воззрений Вот действительно Сущности Многократно Возрастает Самый простой Пример Вот мы Все по жизни С этим Сталкивались И прошли Есть Деньги Настоящие Деньги Это золото Ну Последний раз До войны Еще Пользовались Золотыми монетами А затем Их сменили Уже Не настоящие Деньги А представители Этих денег Их называют Бумажными Деньгами А затем Пошел процесс Когда уже И бумажек Не нужно Уже можно Делать Определенные Записи Цифровые Это не дошли Не надо Торопиться Были у нас Изблигательные Книжки Они до сих пор Остались Вот делали А сейчас И этого не нужно Появились Банковские карточки Наверное А банковская карточка Кусок пластика Уже денег Не нужно И представители Денег Вот этих Бумажных Не нужно А сейчас И карточки И карточек Уже не нужно Сейчас Пожалуйста Телефон Совершенно верно Вот телефон Мы разговариваем Подошли к терминалу Нажали на кнопочку Совершился Процесс расчета А что в головах Тогда происходит У многих У некоторых А что И капитала То нет И денег нет Капитала нет А все Виртуальное Все Информатика Самые свежие Примеры Беру Значит Недавно Федеральная служба Государственной статистики Росстат Отчитался О том Как за полгода За первое полугодие 2019 года У нас дело С инвестициями В экономику России Докладываем Цифра 129 Триллионов Рублей Много Или мало Могу сообщить Что основных Фондов На 1 января Этого года Было Немногим Более 200 Триллионов Рублей А здесь За полгода Вложили Инвестиции На 129 Триллионов Это я так понимаю У нас больше Половины экономики Уже все Заново сделано Сколько Вот зданий В большом Вместе Так вот За полгода За полгода 50 зданий Полностью Отремонтированы Причем Это не Косметический Ремонт Это капитальный Это так Ну почти Ну я конечно Иронизирую Но когда Начинаешь Уникать Туда Читать Ну вот Оказывается Ларчик Раскрывается Просто Есть Инвестиции В основной Капитал Но основной Капитал Напоминаю Это часть Капитала Вложенного Средства Производства Владельцы Капитал Акции Предприятия Которые Сейчас Принадлежит Другому Собственнику То есть На самом То Деньги Ни копеечки Не попадет В инвестиции Настоящие То есть В ремонт Сети А эти 9 миллиардов Рублей Перейдут Бывшему То есть Ныне Собственнику Бывшему Собственнику То есть Вот Получается Вот В головах Вот Эта Ситуация Вот так Преобразуется И вот Так Нам Это Все Дает То есть Подводим Итог То есть По сущности Вот Марс Это Раскрыл Ну Сделение капитала На Действительный И фиктивный Фиктивный капитал Это надстройка Над капиталом Иллюзорный Можно сказать Виртуальный капитал Который Является Как бы Представителем Действительного Капитала На самом деле За его душой Это Особо Ничего И нет Спасибо Спасибо Большего Так Теперь Слово Предоставляется Кириллу Олевичу Юркову Приготовиться Профессору Казенову Здравствуйте Дорогие коллеги Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич Я кандидат Технических наук Преподаватель Красного университета Фонарабочей академии И сегодня Я бы хотел Высказаться Как раз По теме Марксизм В современном мире И как раз Хочу Раскрыть вопрос Об том Как Марксизм Может быть Применен К Тем вот Явлениям Которые Так называемые Называют Постандресториальное Общество Постцифровое Общество Цифровизация И так далее Ну нужно Вначале Разобраться С тем А что же такое Марксизм В самом начале Да Чтобы понять Может быть Действительно Сегодняшнее общество Настолько изменилось Что и Марксизм Видоизменяется И так далее Ну вот Если коротко Говорить О Марксизме И Основных положениях Марксизма То можно Взять Положение Которое Маркс и Энгельс Изложили В Манифесте Коммунистической Партии Они говорят Так Наше учение Может сведено Быть К одному пункту Уничтожение Частной собственности А к одному пункту Все можно свести И уже Вот Виктор Иванович Рассказал нам Что мы живем Тут при капитализме Хотя я думаю Что все и до этого Это знали Частная собственность Есть Значит ее Точно так же По прежнему Необходимо Уничтожить Уже здесь Даже в самом начале На подходах К этому вопросу Мы видим Что Марксизм Сохраняет Свою актуальность И свои положения И в сегодняшнем мире Ну давайте Пойдем дальше Значит Что еще Ключевое Какие ключевые положения В марксизме Можно отметить Все мы знаем И Положение Маркса И потом Ленин На этом Останавливался Много раз Что ключевым Марксизм И является Учение О диктатуре Пролетариата Тоже Этот момент Я немножко Позже скажу Что он сегодня Необходим И важен Но Давайте обратимся К всему учению Марксизма В целом Вот Много Томов Написано И Марксом И Энгельсом И Ленином Потом Но Маркс для нас Специально Как большой ученый Просуммировал То Что он считал Важным И те важные Открытия Которые Он сделал В письме Иосифа Вейдемира Он пишет следующее Что касается меня Пишет Маркс То мне не принадлежит Не та заслуга Что я открыл Существование классов В современном обществе Не та Что я открыл Борьбу между собой Буржуазные историки Задолго до меня Изложили историческое развитие Этой борьбы классов А буржуазные экономисты Экономическую анатомию классов То что я сделал Нового Состояло в доказательстве Следующего И вот здесь Как раз Очень важны Три момента Которые Маркс Подводит К своим открытиям В Общественной Жизни Значит он доказал следующее Что существование классов Связано лишь с определенными Историческими фазами Развития производства Что классовая борьба Необходимо ведет К диктатуре пролетариата И что эта диктатура Сама составляет Лишь переход К уничтожению Всяких классов И к обществу Без классов Ну вот Достаточно просто И нам нужно разобраться Во-первых Применимы ли Эти положения Верны ли они сейчас И во-вторых В развитии Марксизма О котором Сейчас я скажу Изменялись ли Как-то Эти положения Уточнялись ли они Как-то Ну вот Оказывается Что Если мы говорим О Владимире Ильиче Ленине Который Как мы все знаем Глубоко развил Марксизм То Вот эти Конкретные Три положения Которые говорит Маркс Владимир Ильич 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 Никак Не оспаривались То есть Он В этих Трех положениях Точно так же Их признавал И их подчеркивал Что новое Принес В Марксизм Владимир Ильич Он развивает Учение о диктатуре Пролетариата То есть Вот этот второй пункт Который Маркс Указал Он его наоборот Раскрывает Более полно Он его не отрицает И он Разворачивает Теорию Империализма Показывает Что В Времена Маркса Господствовала Рынок Свободной Конкуренции Который Сменяется Империализмом Или Можно сказать Монополистическим Капитализмом Ну и из этого Делают выводы Скажем Уточняют Выводы Маркса О мировой революции То есть Владимир Ильич Ленин Уточняет марксизм В том смысле Что Поскольку При империализме Развитие Различных стран Идет неравномерно То и революция Случится не одновременно В разных странах А Мировая революция Это будет череда Революций И контрреволюций В различных странах То есть будет цепочка Революций И контрреволюций Социалистических Ну и что мы видим сейчас Значит Мы как раз живем В эту самую эпоху В эпоху Империализма Эпоху Кануна Социалистических Революций И мы видим Начавшуюся В 1917 году Эту эпоху С Великой Октябрьской Социалистической Революции Это как раз Началась эпоха Мировых Революций Мировой Революции Которая За собой Влекла Революцию Социалистической В других странах Ну и сейчас Мы имеем Небольшой Период Контрреволюции Который Сменится опять Периодом Революции Ну и Сейчас Сегодня мы Часто слышим Что С тех Прошло сто лет Вот Со времен Ленина А со времен Марса Прошло еще больше времени И многое изменилось А следовательно Надо и менять И марксизм И вообще Подходы надо менять И так далее И здесь Надо сказать Что вот Такое утверждение Которое Достаточно часто Мы можем Слышать По поводу Того Что мир изменился Что-то еще Изменилось И так далее Оно Следует из того Что товарищи Которые высказывают Это утверждение Они с философией А именно с диалектикой Знакомы Слабы Потому что Если бы они Взяли И прочитали Первые 20 страниц Науки Логики Гегеля Которые Которые На сегодняшний момент Являются Фактически Вершиной Философской мысли То они бы увидели Что категория Изменения Она появляется Одна из Самых первых Категорий Учения Бытия И Гегель Показывает Что любое Нечто Являет Изменяющимся То есть То что мы Сказали Что Что-то Изменяется Фактически Мы ничего Об этом Не сказали Это Достаточно Очевидная Вещь для Человека Который Изучает Диалектику Все изменяется Все течет Все изменяется Ну конечно Все меняется Со Времени Сто лет назад Что-то Поменялось Если мы Пойдем Глубже В эту категорию Философскую Категорию Изменения То мы Увидим Что Категория Изменения Содержит В себе Два момента Момент Равенства С собой И Момент Неравенства С собой Так вот Товарищи Которые Говорят Об изменении Они в основном Подчеркивают Момент Неравенства С собой То есть Они этот момент Хотят Подчеркнуть Хотя Прямо Об этом Не говорят А момент Равенства С собой Они Затушевывают Ну и Давайте Посмотрим А что Сегодня у нас Сегодняшний Капитализм Как Вот нам Вполне Доходчиво Рассказал Виктор Иванович В предыдущем Докладе Является Империализмом То есть Монополистическим Капитализмом Определением Империализма Является Наличие Финансового Капитала И наличие Монополий Монополистический Капитализм То есть Если мы Говорим Об определении То есть О том Качестве Которое Есть в себе В простом Нечто И сущности Находится В coincidence С другим Моментом Этого Нечто В нем Бытием Надо Говорить Об Монополиях Монополии В сегодняшнем капитализме это то качество, которое, во-первых, сохраняется во всех изменениях капитализма настоящего, а во-вторых, оно противостоит переходу капитализма в иное. А что иное для капитализма? Это капиталист свободной конкуренции, понятно, что монополии противостоят переходу капитализма в капиталист свободной конкуренции. Или переходу в социализм, то есть в обобществлению средств производства. Значит, определением, еще раз, определение сегодняшнего момента это монополистический капитализм. А что же, о чем говорят товарищи, которые говорят о цифровизации, о постиндустриализации, информационном обществе, уклады какие-то различные, технологические отмечают, что вот был первый, второй, третий, сейчас чуть ли не пятый технологический уклад. Эти товарищи говорят просто об различных определенностях сегодняшнего капитализма. То есть они говорят не о определении капитализма текущего, который имеется на лицо, а о определенности этого капитализма, которых вообще говоря можно привести очень много. Ну и если мы возвращаемся к марксизму, по-прежнему марксизм представляет собой единый кусок стали с тремя моментами в нем. Это диалектический материализм, то есть философское основание марксизма, политическая экономия и научный социализм. Никакого, ничего нового с момента наступления стадии империализма в капитализме, собственно говоря, не произошло. Изменяются внешние формы, а сущность и определения, все определения капитализма, они остаются. Для того, чтобы это понять, как раз необходимо, как я тут попытался показать, иметь прочную философскую основу. То есть без философской основы понять и запутаться в этом достаточно просто. А философская основа марксизма это диалектический материализм. И, как уже было мной здесь сказано, изучать этот диалектический материализм, самый кратчайший путь к изучению этого диалектического материализма является изучение движения, изложенного в науке логики Гегеля. То есть изучение диалектики и применение его к сегодняшнему миру, к материи в форме общественной материи. Спасибо. 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 А сущность им варианта. Вам не кажется, что это не диалектика, а метафизика? Нет, мне кажется, что это как раз диалектика и есть. Значит, если мы возьмем теорию учения о сущности у Гегеля, то мы узнаем, что сущность связана с формой, но при этом они не тождественно связаны. То есть сущность может оставаться, а форма может меняться. И наоборот даже может быть форма... Гегель, поэтому и был диалектик, потому что он признает метафизику. А почему сущность? Так, значит, слово предоставляется доктору философских наук, профессору Казенову. Он профессор Красного университета, действительный член Петровской академии наук и искусств. Проблема мировоззрения в марксизме. Приготовьтесь, товарищ Герасимов. Да, разговоры философские, это разговоры об истине. И я тоже хочу поделиться размышлениями об истине, но вот так на материале проблемы мировоззрения. Мы помним хорошо, и Михаил Васильевич вначале напомнил, что истина есть в соответствии понятия объекта и в соответствии объекта понятия. И это правильно. И с этим определением истины мы работаем, подходим к конкретным проблемам, изучаем. И что-то находим. Но у Гегеля есть и такой взгляд на истину, критизирующий, что истина существует как истинная система, то есть не одно определение, а система, то есть систематически развернутое определение или понятие. Ну и что ближайшим развертыванием понятия является? Я думаю, что все товарищи знают, это теория. Теория – это и есть развернутое понятие, логически развернутое понятие. Но развертывание на этом-то останавливается? Да, оно на этом не останавливается. Почему? Потому что есть разные теории, в том числе по одному и тому же вопросу, или в одной и той же науке по одному кругу проблем. Поэтому, если говорить теория, то не в том смысле, что есть одна наука и одна теория, а в одной науке есть много теорий, во-первых, по разным, более конкретно узким предметам, во-вторых, по одному и тому же предмету, значит, разные точки зрения научной. И скажем, ну вот, в молодости тут у нас дискутировали, значит, есть вот мнение Эйнштейна по этому вопросу, а вот есть мнение нашего академика Фока. И вот Фок уже старый, и вот все они не могут, значит, договориться по одному и тому же вопросу. Называется это мнение, но и Эйнштейн, понятное дело, и Фок, понятное время, отстаивали это как объективную истину, считают они. И что такое объективная истина в данном вопросе, или чье мнение выражает объективную истину в данном вопросе, это вопрос разрешается потом практикой, другими теориями, какими-то дополнениями, дополнительными открытиями и так далее. Но наукой-то заканчивается вопрос развертывания системы истины. И наукой он не заканчивается. Почему? Потому что наука, значит, как я уже говорил, включает несколько теорий. С другой стороны, и особенно сейчас, в наше время, одну и ту же область исследований изучают теперь и разные науки. Скажем, экономических наук, я не знаю, сколько их сейчас, но вот преподавал в экономическом вузе, не считал, но так прикидывал, что по крайней мере 20 наименований я вспомнил. Экономической науке. И всё это вроде разные науки. С другой стороны, в экономике и в экономической науке легче. Почему? Потому что там, в экономике, в экономической теории, есть одна фундаментальная теория. Это теория Маркса. Поэтому в данном случае нужно говорить о том, и я думаю, что это правильно и истинно, что мы имеем экономическое учение. которое включает фундаментальную, одну фундаментальную теорию и науку, которую разработал Карл Марс. Другое дело, что сейчас экономической жизни исследуется со многих точек зрения, в разных аспектах развивается на основе марксизма. Значит, другие науки. Поэтому есть целое большое уже учение экономическое, важной которого лежит учение Марса. И марксист это и есть тот, кто в экономическом смысле, кто базируется на экономической теории Марса, на экономическом учении Марса. Ну и учение. Останавливается ли развертывание истины, развертывание понятия на учении? Я думаю, что и на учении оно не останавливается. Скажем, особенно если мы возьмем, например, естественные науки здесь проще, что у них предмет исследования-то один, природа, естественный мир, разделённый на растительный и животный, животный на низший и высший. Поэтому создаётся из учений различного рода, значит, наук о природе, естественно-научная картина мира. Поэтому, скажем, вполне развернуть это понятие, вполне развернуть истину о природе. Можно только в естественно-научной картине мира. Но так же обстоит дело и в общественных науках. То есть, скажем, на примере экономической науки мы рассматривали, что это учение. Но экономическая теория, экономическое учение основа изучения вообще общества, в марксизме тем более. Поэтому можно говорить о научной картине общества, научной картине социума, социальной картине мира, социальной природе, социальной форме движения материи. Это тоже будет научная картина мира. И ничего тут удивительного нету. Энгельс и говорит, значит, от философии остаются науки о мышлении, диалектика и формальная логика, а всё остальное знание, оно входит в естество знаний, учения о природе и обществе. Да, вот эти две научные картины, они и есть. Учение о природе и учение об обществе. Теперь, философской основой этих картин является методология. Методология только что нам доходчиво, значит, доложил товарищ Юрков, что диалектика, как методология марксизма и других, в течение многих, она есть разработана Гегелем ещё 200 лет назад. Поэтому в целом мировоззрение, и поскольку она является основой, диалектика материалистической понятой, основой и картины природы, и картины общества, поскольку она является третьим элементом целостного мировоззрения. Поэтому если развернуть картину истины в целом, то это и будет картина, которая состоит из естественно-научной концепции и наук о природе, о научной картине мира общественных наук и методологии, которая с одной стороны включает в себя диалектику, с другой стороны всё-таки, значит, условия, понятия в целом, в таком социальном контексте, что в основном и сделали Маркс, Энгельс и Ленин. Поэтому теория познания, хоть Ленин и говорит, что, мол, не нужно трёх слов, это одно и то же, логика, диалектика и теория познания. Я думаю, что всё-таки, вот диалектика-то, она теория, она точно воспроизведённая из одного понятия, развита из одного понятия. Такая целостная, точная, определённо очерченная теория. А учение, значит, вот это базовое основание, философское, базовое и природной картины мира, и социальной картины мира, она, конечно, сейчас более широкая, чем только наука логики или только диалектика, изложенная в науке логики. Ну и надо сказать, что, скажем, вот изменения, категория изменения, Кирилл Валерьевич говорит, кто изучил диалектику науку логики, тот вроде тут разбирается. Категория изменения, она задолго до Гегеля была довольно хорошо изучена. И Гераклит, не только логически её показал, но и дал хороший образ, всё течёт, всё изменяется, в одну реку нельзя войти дважды. Она всё время вроде и та же река, и в то же время всё время изменяется. И только в одну реку можно войти? Да, можно с другой стороны на это посмотреть. То есть оба момента тут есть, уже у Гераклита. Я уж не говорю об Аристотеле, у которого есть, был, целый трактат об изменении и не уничтожении. Мы-то сейчас считаем у Гегеля эти две категории, возникновение и уничтожение. Но Аристотель уже продумывал эту вещь. Но пока этот трактат не нашли, будем надеяться, что ещё найдут. Ну да, что-то ещё-то хотел я вспомнить. Что вы думаете ещё? Весёнь. Да-да. В своей жизни. Нет, по докладу, по Галко какой-то момент хотел я вспомнить интересный. Ну забыл. Да, наверное, коньячко. Ну ладно. Значит, мысль я основную выразил, что в мировоззрении есть вот такой комплекс наук довольно широкий. И он, вот этот комплекс, остался до сих пор в целостном виде неизложен. Поэтому я думаю, что перед современными марксистами, тем более перед будущими, стоит вот эта задача как-нибудь собраться и в одном каком-нибудь большом произведении вот это наше марксистское мировоззрение, изложить, собрав и фундаментальное, и то, что, значит, новое появилось в 20 веке, в 21 веке. И я думаю, что тогда эта картина мира у нас будет более ценная, все картины мира будут собраны в единство, и обозреть, значит, истину в такой вот системе будет легче. И это будет позволять и конкретные вопросы решать просто. Почему? Потому что всякая общая теория, она является методологией для более конкретной, для более частной теории. Вот эта задача, она была, во-первых, не решена в Советском Союзе, хотя мировоззрение развито многими учеными, философами, людьми, и, скажем, кто хотел выработать свое мировоззрение, тот его вырабатывал. Вот. Но в целом она была не решена, во-первых. Во-вторых, философы тут подложили большую свинью под марксизм, когда свели, значит, мировоззрение к философии. Учебники Константинова, они начинались. Философия – это вот мировоззрение марксизма. Тогда, как правильно, товарищ Юрков, он вот кандидат технических наук, а он разобрался, что, значит, мировоззрение, оно шире, чем философия, оно включает и, значит, экономическое учение, и политическое учение. Но я должен подчеркнуть, что все-таки марксизм, больше всего, он связан с социальной картиной жизни, да, с общество-веческими дисциплинами. Поэтому, когда Маркс в трех источниках и трех составных частях, когда Ленин в трех источниках и трех составных частях говорит о марксизме, он говорит о социальной теории. И вообще-то это правильно. То есть Ленин еще понимал, что мировоззрение в целом, оно еще не доработано. Особенно в том числе и потому, что он-то знал, что, вернее, он-то не знал, что это в 13-м году он писал. Он еще не знал, что Энгельс подготовил материалы, рукописи по диалектике природы, но не успел издать. Я думаю, он даже о них не знал, об этих рукописах. Они были найдены потом, после того, как многие рукописи институт марксизма и ленинизма закупил у немецкой компартии. И в 25-м году диалектика природы была издана. Кстати, тогда начались споры между естественниками и философами, потому что философы, они тяготели к диалектике, к таким более общим социальным вопросам, а естественники, вот они говорят, у них вот появилась диалектика природы. Поэтому там было много дискуссий, которые потом приняли такой политический оттенок. Ярлыки появились не очень правильные, там тоже были горячие головы, как вот сейчас есть некоторые у нас, я чувствую, меньшевистствующий идеализм, догматизм, еще там какие-то, так сказать, вещи. Я думаю, надо меньше этим заниматься, надо больше исследовать конкретно. Но, чтобы исследовать конкретно, вот до этой общей формы, до мировоззрения, и нужно дойти. Я думаю, что каждый из нас индивидуально до этого доходит, а вот обобщенной такой общественной формы, я думаю, что мы пока не выработали. Я думаю, что мы еще выработаем, и это будет облегчать труд конкретным ученым, которые будут заниматься конкретными проблемами. Спасибо. Спасибо. А вопрос можно? Показать. Так, значит, товарищу Герасимову Ивану Михайловичу предоставляется слово старшему научному сотруднику АО в НИИ ТрансМАШ, кандидату технических наук, доценту, преподавателю Красного Университета. Тема – проблемы борьбы рабочего класса. Приготовиться, товарищу Кучуку. Значит, товарищи, ну, интерес общественного развития, понятное дело, требует руководству обществом со стороны передового класса. И надо сказать, что если капиталисты как раз, они довольно успешно руководят обществом где-то одной шестой части земного шара, миллиарда человек примерно, и мы видим, что в той же Финляндии, в той же Германии, организация общественной жизни, развитие производительных сил, они, в общем-то, можно сказать, парня соответствуют, и созданы условия для развития человека. То на остальной территории, и особенно это видно в России, что капиталисты, пришедшие в частности к врасте в результате реставрации капитализма, не в состоянии обеспечить не только развитие, но и даже, в общем-то, существование страны в долгосрочной перспективе. Мы наблюдаем незаинтересованность в развитии промышленности, мы наблюдаем заинтересованность во всемирном истощении советского потенциала и, соответственно, выводе денег за границу, с обеспечением там для себя каких-то условий для безбедного существования. Такое отношение к промышленности величит за собой деградацию науки, деградацию образования, как высшего, так и школьного, ну и, соответственно, отношение к человеческому потенциалу, так называемому, к рабочей силе, и здесь здравоохранение, и мы видим, что сокращается Россия, сокращается население России, Россия вымирает, несмотря на приток мигрантов, и это обобщенный показатель, который говорит о неспособности правящего краса еще раз обеспечить не только развитие страны, но и ее существование в долгосрочной перспективе. Ну и тут трагично было бы, что в нашей стране, как стране, пережившей период диктатуры пролетариата, период пролетарского государства, и добившейся за этот период крупнейших успехов, то обратиться вот к рабочему красу, а что вот сделать может рабочий крас? Значит, и здесь встает вопрос о необходимости создания развития для всех членов общества. И это, в общем-то, актуально, хотя сейчас пытаются пропихнуть идею об элитарности развития, и, дескать, все равно на всех всего не хватит, да всем это и не нужно, да все они все равно и не потянут, а вот создадим такие вот сверхусловия для какого-то узкого очень круга элиты. Вот в связи с этим, тесный такой пример, я закончил и долгое время, десятки лет работал в Политехническом университете, вот если взять дореволюционный Политехнический институт, в него был конкурс только среди золотых медалистов, выпускников гимназии с золотыми медалями. Причем, если в первые годы этот конкурс среди золотых медалистов достигал десятков человек на место, к 16-му году он там снизился до нескольких человек на место, но все равно, так сказать, это был конкурс вот самый такой вот, что и на есть элиты. Вот, а что мы видим по результатам? А по результатам мы видим, что вот из тех дореволюционных политехников про Сраверс и вот неизвестен Николай Николаевич Поликарпов, студент кораблестроительного отделения, который ходил на кружок воздухоправания и впоследствии стал выдающимся советским авиаконструктором. Но, тем не менее, вот те политехники первой ворны, они остались преподавать, а в 20-30-х годах к ним пришли рапфаковцы. Это такая публика была, и на фотографии интересные, там крепкие такие ребята, короткостриженные. Вот, они зачастую даже не очень грамотой в родиле, но и тем не менее, вот эти рапфаковцы 30-х, солдаты-фронтовики конца 40-х годов, именно вот они и создали научную Сраву Политеха, а научная Срава, это заключается в том, что вот, скажем, радиофизический факультет, благодаря которому во многом мы до сих пор живы при нынешнем руководстве Политеха этот университет был просто обнулен несколько лет тому назад. Это сильнейшая школа электриков на электромеханическом факультете, и там были аспиранты из всех развитых стран, из Канады, из США, из Италии, из Франции, сильнейшая научная школа, чьи достижения не достигнуты до сих пор, но это и в других отраслях, в том числе оборонных. Это вот вся слава была создана как раз вот этими рабфаковцами. Почему? Потому что, конечно же, здесь во дворе талантов здесь необходим при... Во-первых, когда общество развитое в целом, и для развития имеют возможности все члены, тут и люди выдающиеся имеют большие условия для роста. И с другой стороны, для того, чтобы, как говорится, намыть золото, надо как можно больше породы перемывать. То есть, надо создавать условия для всех, и тогда только вырастут действительно и таланты, способные приносить результаты и выводить нашу страну на новые горизонты. Так вот, а что может сделать рабочий КРАЗ сейчас? Рабочий КРАЗ, что может сделать для своего развития? Что нужно вообще для развития? Надо сказать, что возможности для развития, вот у нас сейчас тема цифровизация, она в каком-то смысле, вот интернет, конечно, он дает большие возможности для развития. Вот Михаил Васильевич читает замечательные лекции, вживую его слушает человек 5-7, а число просмотров в интернете достигает тысяч, а даже некоторых лекций, даже и десятков тысяч человек просмотрели. Это большое, это большое очень дело. Но для того, чтобы смотреть лекции в интернете, надо, ко всему прочему, иметь свободное время. А даже после 8-часового рабочего дня, ну тут, так сказать, люди, которые, наверное, все-таки в массе своей не очень себе представляют это, это к 8 утра каждый день приходить на работу и в 17 часов уходить, плюс еще час где-то на дорогу, но это тут не способствует просмотру лекций в свободное время и, соответственно, развитию. Поэтому перед рабочим классом встает задача борьбы за сокращение рабочего дня, ну хотя бы для начала до 6 часов. Надо сказать, что на отметке 8 часов рабочий класс вообще задержался в своем развитии. Это требование, как мы знаем, второй половины 19 века еще на... в первый интернационал в Примарксе ставил такой вопрос в 1886, и то, что мы сейчас достигли только этого, сейчас остаемся на этом уровне, это, конечно, можно сказать, крупное упущение, потому что известный американский экономист Кейнс в 1929 году в работе экономика наших внуков писал, что в 2029 году развитие производительности труда позволит иметь трехчасовой рабочий день. И надо сказать, что с ростом производительности труда он в годах, а вот то, что рабочий день будет 3 часа, здесь он несколько промахнулся. Сейчас мы вынуждены, но, тем не менее, сокращение рабочего дня до 6 часов, это вот настоятельная задача, которую необходимо рабочему классу решать, и для этого не надо ждать, пока у него в руках окажется государственная власть. Ну и второе, конечно, это вопрос стоимости рабочей силы. В настоящее время уровень заработной платы не обеспечивает воспроизводство рабочей силы, ибо для воспроизводства рабочей силы население страны надо, чтобы в семье было трое детей. Здесь лежит газета Депо, работники троллейбусного парка посчитали стоимость рабочей силы с учетом того, что при троих детях нужна как минимум трехкомнатная квартира, начинаем с ипотеки и так далее. Ну и получилось, что при этом зарплата, ну вернее, скажем так, доход на семью такую должен составлять около трехсот шестидесяти тысяч рублей в месяц. Что, в общем-то, ничего завирального в этой цифре нет. И надо сказать, что она, этот вот вообще уровень жизни, уровень потребления опирается на советские показатели, которым тоже уже тридцать лет, между прочим, так-то. А главный прирост вот это, здесь падает на то, что в советские времена давались бесплатно. Это вот ипотека, там за 60 тысяч в месяц, это расходы на медицину, потому что, как большинство из нас живет, без всяких дополнительных медполисов и так далее, это мы живем, пока вот живем. Как говорится, хочешь жить, живи. А как чего коснись, так тут выяснится, что не хочешь жить, не живи, хочешь жить, живи, ищи там миллионы на операцию и так далее. Вот. А также это расходы на образование, которых также в советские времена не было, а сейчас даже бесплатное образование, в том числе школьное, оно требует определенных затрат и немалых. То есть, вот эти три остальные группы товаров, как сказать, услуг потребляемых, они составляют львиную долю вот этой, вот этого числа, 360 тысяч, которая, в общем-то, не очень не коррелирует с цифрой зарплаты средней по России, около 40 тысяч даже официальной, но это средняя, а правильнее брать медианную, так называемую, зарплату, там получается 20 с чем-то тысяч рублей в месяц. То есть, это не обеспечивает такой уровень зарплаты, зачастую невозможно даже одного ребенка содержать, ну а еще раз, если число детей в семье менее трех, это вымирание России, деградация и так далее. Ну и плюс, конечно, это качественная деградация населения, связанная с отсутствием образования, медицинского обслуживания и физические заболевания и кое-вот. Это вот вопросы борьбы. Значит, что мешает рабочему классу, вот 30 лет уже прошло инстаграции капитализма, и надо сказать, что рабочий класс пока нельзя сказать, чтобы он поднялся и как-то громогасно заявил о своих правах. Ну, во-первых, здесь надо понимать, что вот тепличная атмосфера советского времени, она элементарно отучила рабочих от борьбы за свои права. Они не понимают зачастую, даже сейчас, что такое профсоюз. Вот я пойду в профсоюз. Что значит пойду в профсоюз? Профсоюз для них это дверь правкома, куда можно постучаться, тебе там дадут матпомощь, а то, что профсоюз это они сами, то, что профсоюз это ассоциация работников, созданная ими для совместной солидарной продажи своей рабочей силы, чтобы противостоять этой солидарности, монополизму со стороны капиталиста. Но это вот пока понимания здесь нет. Есть непонимание роли партии рабочего класса, как соединения сознательных рабочих с интеллигентами, с обладающими знаниями, куда идти. И это вот тоже очень тормозит пока. Но и тем не менее, в последние годы наблюдается подъем и в общем-то несомненно, что через несколько лет рабочие вспомнят свое предназначение, освежат профсоюзы, создадут все-таки партию рабочего класса, которая в настоящее время находится, можно сказать, в становлении, которая встанет в игрове рабочего класса и поведет его. Ну и в общем-то, я думаю, вторая итерация построения рабочего государства в нашей стране, она пройдет, конечно, намного легче, чем первая и будет надежнее и крепче. Это будет связано с новым витком развития нашей страны несомненно. И здесь вот вот эти проблемы надо обозначить и надо их решать. А что касается все-таки два слова, не могу не сказать, у нас цифровизация это слово, но это, конечно, отражает то вульгарное понимание, которое присуще нынешнему руководству, в том числе на самом высоком уровне. Оно связано в частной системе. У Маркса описывается такой бюрократический парадокс, когда руководство там страны, ну, грубо говоря, там король, царь, кто там именно Маркса Бех, они обращаются к науке, значит, с просьбой разъяснить какие-то положения. А ученые в свою очередь смотрят наверх и пытаются по грозам угадать, а что там начальству надо. И они говорят не то, что на самом деле, а то, что начальство высокое хочет услышать. И результате, чего начальство, это оно пытается опереться на этих ученых, а те, значит, они проваливаются. Что, хотя это очень четко видно и в технической области, в том числе оборонных отраслях, и это видно и в области политической. Отсюда вот этот термин цифровизация, и в общем-то, ну что он, дурацкий достаточно, потому что у Гегеля в первой книге Бытие там рассматриваются вопросы мироустройства как вот непрерывное и дискретное, и это два момента нашего мироустройства. И нельзя сказать, что мир непрерывен, и нельзя сказать, что мир дискретен, он непрерывен и дискретен, и это наглядно видно на развитии вычислительной техники в частности. Параллельно рукооб руку развивались долгое время цифровые ЭВМ и аналоговые ЭВМ, потому что можно написать программу цифровой ЭВМ, загнать туда какой-то сигнал, на выходе там графа построить и тебе построить какой-то график. А можно спаять схему, подать тот же сигнал электрический, на выходе тебе ассирограф построить тот же график. Вторые, они более быстродействующие и, как правило, применялись в системах управления. Сейчас вроде как цифровые ЭВМ они победили, так, аналоговые, даже на них реализованы программно там аналоговые типа симулинка и так далее моменты, квази-аналоговые. Но, тем не менее, сейчас развиваются нейросети, применяется термин искусственный интеллект, который, вообще говоря, тоже несколько вульгарен и неверен. И там опять, так сказать, уже процессы, которые, правда, на основе пока цифровых компьютеров, они моделируют в парне аналогово, работу мозга как-то пытаются эмулировать. А в дальнейшем в парне, возможно, аналоговые вычислительные комплексы, они опять займут свое место на очередном витке развития. И вот эта вот цифровизация, аналоговизация, непрерывность, дискретная. Читайте Гегеля книгу первую «Бытие». Скоро будет аналоговизация. Понятно. Ба! Спасибо. Так, слово предоставляется Владимиру Александровичу Хучуку, инженер-проукомист, преподаватель Красного университета фонда рабочей академии. Приготовиться товарищи Удовиченко. Марата Сергеевичу. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Хучук Владимир Александрович, инженер-программист, стаж 16 лет. Цифровизатор. Цифровизатор изнутри, да, изнутри отрасли. Вы теперь в фаворе. Поэтому, да, тема вот у нас как раз получается пост, у нас уже даже пост цифровой. Пост информационный. Пост информационный. Пост информационный. Я-то думал, да, что цифровой, а уже пост оказывается. Пост. Я отстал. И марксизм. И у меня так в жизни-то тоже так и сложилось, что первое образование у меня экономическое, потом компьютерное, работаю в компьютерной сфере и изучая марксизм. И вот картина такая складывается, если мы говорим о цифровизации, цифровом обществе. Если брать это явление с точки зрения экономики, то выглядит оно на первый взгляд как такая сфера, которая вот этот марксизм как раз таки и опровергает самым непосредственным образом. Потому что ну что в марксизме вскрыта эксплуатация, вскрыт эксплуататорский характер капиталистического производства. Все это показано. А в цифровой экономике что? Красота, высокие зарплаты, хорошие условия труда. Вот я тут общался с одним рабочим с конвейера автосборочного Nissan и он мне говорит ты знаешь у меня сейчас работа такая легкая, у меня в течение 5 минут я полторы минуты ничего не делаю. Вот это да, то есть вот так вот весь день 5 минут он значит каждые 5 минут разбиты на такие интервалы. А я со своей сравниваю, я могу там час пить кофе, могу лежать на мешках, о чем-то думать, знаете как в программистских офисах все строят. Кофизации заниматься, чаизацией. И получается что какая же тут эксплуатация люди сами рвутся работать и ищут возможности трудоустройства. Многие готовы в крупных компаниях даже бесплатно начинать работать, лишь бы получить возможность вникнуть, получить опыт. Потом посмотрим кто у нас богатейшие люди в мире. вот они меняются, но первые места глава Амазона это крупнейший цифровой интернет магазин, глава Майкрософта это крупнейшая организация, которая распространяет программное обеспечение, пишет там, глава Оракол это крупнейшие базы данных, все это цифровые услуги. и вот то есть это люди, которые Facebook, мы знаем там, Google, это вот все, это же руководители, основатели этих компаний подают так, что посмотрите это люди, они начинали вот там студенческое общаги или в гараже они придумали, воплотили свою идею и стали миллиардерами. Ну красота же, да, какая тут эксплуатация. Поэтому получается так, что вот берут вот это такое положение и соответственно если речь заходит о Максиме, то уже говорят да устарело это все уже, ну какие там буржуи, какие-то рабочие где-то там угнетенные работают, буржуи в цилиндрах, нет же этого ничего, все, сейчас сплошная цифровизация. И в науке положение такое складывается, да, вот я тут недавно просматривал списки учебников рекомендованных ведущими нашими разными вузами экономическими, институт экономики Российской Академии Наук, МГУ, высшая школа экономики, там есть вот эти списки, там аспирантам рекомендовано с чем ознакомиться вот учебники, Маркса там конечно же я не нашел. И получается о марксизме в научной среде наверное редко где и услышишь. Сам я 17 лет назад учился когда в псковском филиале политехнического университета Санкт-Петербургского вот здесь присутствует Вадимир Евгеньевич Баранов он как раз там доктор философских наук он там единственный в этом институте вообще слово про Маркса говорил про марксизму ежегодно проводил все время ежегодно проводил секции по марксизму так? Да. Так что вы туда ходили? Ну может быть да. Но Владимир Евгеньевич там социологию читал а то что мы изучали по экономике нет а теперь вот изучив капитал я вот вижу что экономика преподаваемая в вузах она начиналась с того чем Маркс в капитале заканчивает то есть вот это распределение доходов на зарплату на предпринимательский доход и процент на капитал и на ренту с этого у Маркса это все показано в развитии и вот это распределение уже как итог работы капиталистической системы а соответственно в учебниках современных дается это как изначальное положение которое совершенно естественно представляет совершенно естественным и никуда оно не денется все так и должно быть так все и работает поэтому если ты имеешь предпринимательскую жилку вот иди в предпринимателей будешь получать соответственно предпринимательский доход вот так все это представляется а соответственно будучи знакомым с капиталом я и работая изнутри вот этой нашей IT-отрасли, я вот, например, могу сказать, никаких чудес там нет, получается, да, хотя ее представляют как флагман развития, вот сейчас нам правительство наше, например, делает, даже оказывает помощь в виде чего? Что снижены налоги на предприятия IT-отрасли, например, там, если ты IT-компания, то есть у тебя заявлено, что ты занимаешься разработкой программного обеспечения, то социальный налог, точнее, все вот эти налоги социальные, это не 36% они платят, а 14, 14, то есть это большая скидка, да, да чего уж, развивалось все, цифровизация шла дальше, да, такая поддержка хорошая, но давайте посмотрим поближе, чем занимаются эти организации, например, слышали, наверное, многие слово аутсорсинг, да, и у нас крупнейшие IT-фирмы и в городе, и в России, они как раз-таки занимаются аутсорсингом, то есть это разработка программного обеспечения на заказ, и там у них показатели такие, доходность высокая, вот, например, если там доходность меньше 18%, там даже не берутся за выполнение работы, то есть это очень высокая доходность. А посмотреть поближе, на чем все строится, если в терминах капитала, ну, это предприятие, у которого низкое органическое строение капитала, то есть, что значит, это не то, что какой-то испорченный капитал, плохой, а это значит, основная сумма капитала авансируется на что? На заработную плату работникам. А средства производства практически бесплатные, то есть, если я годами работаю за компьютером, который стоит, не знаю, там, четверть моей месячной зарплаты, и это все средства производства, которые я использую. Соответственно, мой работодатель вот этот, купил этот компьютерик, заплатил за аренду офиса, то есть, получается, основной капитал незначительный, а, значит, постоянный капитал переменный, составляет основу, основу капитала. И особенность такого капитала в чем, такого строения, что он очень высокооборотистый, то есть, фактически, когда нанимается разработчик, то, соответственно, уже где-то со второй недели он сам уже оплачивает и свою зарплату, ну, фактически, если посмотреть, потому что для капиталиста, который собственник такого предприятия, расклад простой. Ему платят за голову разработчика, да, допустим, 5000 евро, он зарплату отдает 2000 евро, 500 евро он тратит на то, чтобы снимать, арендовать офис, на человека имеется в виду, остальное кладет в карман. Сверху, да. И поэтому, получается, ну, бизнес есть бизнес, да, без прибыли никто бы работать и не стал. Плюсы тут есть какие-то? Ну, наверное, есть плюсы, потому что люди получают зарплаты, платят налоги, где-то здесь у нас это, как бы, тратят деньги. С одной стороны, неплохо, но с другой стороны, представлять это как флагман развития, это абсолютно необоснованно, потому что сама суть этой работы заключается в том, что разные другие предприятия, в основном заграничные, отдают на этот аутсорсинг, ну, самые такие рутинные, самые малозначимые работы по проектированию, по написанию программного обеспечения, хотя платят, да, хотя платят неплохие деньги, да, относительно. И получается так, что работает это предприятие по тем же самым капиталистическим законом. Тот же наем, та же, можно посмотреть даже, условно, норму прибавочной стоимости, это вот разница между тем, сколько платят за голову разработчика и его зарплатой. Но иллюзия создается, что раз такие вот многотысячные коллективы работают буквально на каких-то вот самых, можно сказать, примитивной техники, какой-то простой. Такие обороты большие показывают. То есть просто буквально из воздуха все делают. И поэтому вот какая же тут, может быть, эксплуатация, тут и стоимости никакой нет, никаких товаров не перемещается. И, конечно же, по виду тут, ну, марксизм совершенно опровергнут. Но в чем проблема? Проблема в том, что и фактически в силу разделения труда, и теоретически рассматривают это изолированно, в отрыве. В отрыве от индустрии в целом. То есть, как пример, например, если мы берем там корпорацию Microsoft, которая продает копии, копии операционной системы, то кажется, ну, вообще из воздуха ты же этих копий можешь, да, понаделать. А каждая стоит, там же сейчас по 10 тысяч рублей, да, их продают. Но если брать эти копии без учета того, что где эти копии должны работать, никому эта копия не нужна, если у тебя нет компьютера, правильно? Вот если не задумываться о том, откуда взят этот компьютер, а взят он оттуда, там, из тех стран, где сборщик этого компьютера в месяц получает меньше, чем в час программист вот этот вот, который это программное обеспечение написал. Вот если раздельно это рассматривать, то, конечно, да, все вот из воздуха прекрасно. Но брать в целом получается просто уже как-то снимается такая технологическая рента. То есть вы там занимаетесь грязным производством, с этими платами, паяйте там, потом нам все это чистенькое привезите, мы там, значит, свои эти лейблы наклеим, добавим туда программное обеспечение, все, пошли продажу. Ну, программное обеспечение можно в виде отдельной коробочки, например, продавать, да, и будет иллюзия, что вот мы продаем товары. И поэтому я хочу сказать, что в изучении вот этой проблемы цифровой экономики, IT-отрасли, с экономической точки зрения, ничего полезнее, чем взять и прочитать капитал Маркса, я думаю, и сейчас вы ничего полезнее не найдете. Поэтому и в наше, и в цифровое, и в постцифровое время марксизм актуален как никогда. Спасибо за внимание. Так, теперь слово для доклада. Цифровые извращения в наркомпросе. Предоставляется товарища Вудовиченко Марата Сергеевича, специалиста в области корпоративного обучения. Приготовиться товарищу Шагину. Спасибо, Михаил Васильевич. Для начала, просто чтобы состыковаться идеями с предыдущими, докладчиками, мне 50 лет, когда я встречаюсь со своими товарищами по институту, а это МВТУ Бал, это мое первое высшее, у нас 7 человек, у нас на семерых не 14 детей, как было бы, если бы мы вырождались, а трое. И второе, 30 лет к 2000 году в нашем классе при школе физиолога имени Академика Павлова в поселке Колтыши дожило из 30 человек 20. Это про то, что мы не вырождаемся, а у нас катастрофа. Теперь, почему я вспомнил про наркомпрос. Кто не знает историю вопросов. В 1936 году наркомпрос так доизвращался с педологией, что было постановление ЦК по поводу педологических извращений в наркомпросе. Эта тема очень злободневная сейчас, с моей точки зрения, поскольку я издаю журнал «Корпоративный университет», и я ее осветил в последнем выпуске. Я там собрал три разные точки зрения на эту тему. Тему одного из авторов педологии Выгодского, его лекции, конспект лекции, ученика Выгодского, Леонтьева, издателя, и человека, который критиковал Выгодского. Что интересно в этой теме? Педология неплохая и нехороша сама по себе. В ней есть свои положительные качества и свои отрицательные. Плохие извращения. И как они сейчас проявляются? Сейчас идет вторая волна в виде ЕГЭ, ОГЭ и всего такого остального. И какое отношение это имеет к нынешней теме? А очень простое. Иллюстрируется оно очень здорово одним небольшим видеороликом, примерно на 5 или 8 минут, который сделал 10-летний мальчик и выложил на YouTube. Он взял два смартфона, на каждом из них есть Алиса, и положил их друг с другом. Эти Алисы начали диалог между собой. Потом они поругались, а потом они помирились и договорились поехать куда-то отдыхать, то ли в Турцию, то ли в Крым. К чему все идет? Это смешно. Но мы как люди взрослые знаем, что есть модель человека, манекен. Есть человек. Если мы используем модель человека, используй для себя, для человека. Ну, чтобы примерить одежду, чтобы показать товар лицом, если это магазин одежды, или чтобы протестировать какие-то технологии или какие-то системы безопасности автомобиля или самолета, когда сажаем туда манекен, хотя и награждаем его каким-то именем, обычно Вася. Это одно. Но мы же не говорим, что манекен есть человек. Правильно? Вот это и есть извращение. В том числе в 1936 году доизвращались наши педологи до того, что по результатам теста судили о человеке, о ребенке. Что сейчас? Ребенок сейчас отсутствует в современной школе. Сейчас присутствует натаскивание на сдачу ЕГЭ, на сдачу ОГЭ и других тестов. То есть у нас есть цифровой манекен ребенка. Но не только ЕГЭ и ОГЭ. Сейчас бессмысленно вам заполнять резюме, анкету и куда-то рассылать. Бессмысленно заполнять ее на HeadHunter или еще где-то. Почему? Потому что про вас работодатели и так все знают. Благодаря вашему цифровому следу. То есть вашему цифровому манекену, который у всех нас присутствует. Вас может быть не быть в Фейсбуке, вас может быть не быть нигде. Но цифровой ваш манекен присутствует. И вот есть вы, а есть ваш цифровой манекен. И судят о вас по этому манекену. То есть опять педологические извращения на компрессии. Мы опять наступаем на те же самые грабли. И поэтому я вижу основную проблему с цифровизацией. Не в том, что мне нравится, если холодильник будет умный, и если я ночью подходя к нему открою, а там лежит моя любимая колбаса. Правда, если жена это прознает, и она тоже со своей стороны запрограммирует холодильник так, чтобы он по ночам не открывался и не давал мне есть колбасу, это будет как бы на ее стороне. Но в этом есть свои плюсы. Но когда по моей цифровой копии судят обо мне, я с этим категорически не согласен. А сейчас все идет по схеме Авертона, если кто знаком с этой психологической моделью. Когда нам нужно что-то начать пропагандировать, чтобы это стало приемлемым, нам нужно просто начать на эту тему говорить. По мере того, как мы будем говорить, сначала будем говорить, что нацизм это плохо. Потом через полгода кому-то придет в голову, ну в общем-то в каких-то случаях нацисты же и плохих убивали, значит это было тогда хорошо. И он перейдет из разряда плохо в разряд, может быть, очень хорошо, но в чем-то иногда приемлемо. И вот это окно Авертона, оно сдвигается. И когда мы вот так вводим цифру, мы не говорим, мы делаем, мы ее вводим в свой быт. Мы сдвигаем. И мы сдвигаем ее от нас к нашей модели. Наше ближайшее будущее, которое уже через год, через два, оно практически есть. То есть, это устройство Алиса, оно продается в конкуренции устройству Гугла, такая башенка, тысяч 10 рублей стоит. Она организует все ваше домашнее пространство. Это удобно. Все мультимедийно, все удобно. Что будет дальше там через несколько лет? Там Алиса будет для вас выполнять поручение. Поначалу хорошо. Через какое-то время она станет проактивно это делать. Вы только скажете «а», а она уже выполнила. Это означает, что Алиса вместо вас обошла все электронные магазины, сторговалась с другими Алисами в этих магазинах, договорилась о скидках, о цене, а дальше только ваше тело туда пришло. То есть, это как выступать… Карман, кошелек пришел. Да, мы являемся носителем кошелька туда. Это что напоминает? Это мне напоминает преподавание в одной очень крупной компании, которая является нашим «Все» сейчас. И там обычно корпоративное обучение выездное строится. И поэтому люди, когда они встречаются из разных офисов, у нас в стране они часто пьют по вечерам. Но к 9 утра им нужно приходить на учебу. Так вот, их тело там присутствует на учебе, а душа нет. Вот, в будущем оно будет такое. Наша душа цифровая отойдет в цифру, будет с Алисой, а тело будет просто таким носителем. То есть, вот в этом я вижу, собственно говоря, проблему, и поэтому заявил такую тему. И чем тут злободневен марксизм? Да потому что, я как инженер мыслю образами, мне нравится очень простой образ. Чем отличается живой кролик от крольчатины? Тем, что он живой. Какой бы ни был тонкий нож, если мы даже там межатомные связи разорвем очень тонким идеальным ножом, порежем кролика на крольчатину, мы потом кролика не соберем. То есть, марксизм нам помогает и диалектика его в основе увидеть, где нужно остановиться и какой предел лучше не переходить. Все? Спасибо. Предел это граница, которая переходит. Хорошо. Тогда то, что не надо переходить. По крайней мере, пока. Спасибо. Спасибо большое. Так, следующий доклад у нас товарищ Шагин Анатолий Алексеевич, который записал себя как идеолог творческого класса. Я Шагин Анатолий Алексеевич, я идеолог творческого класса. Посмотрим, какое же общество у нас станет теоретически после постинформационного. Ну, следом по информационным обществам и постинформационным, то есть и обществом, которое огромное количество информации, будет общество знания, которое всю эту информацию сорганизует и будет использовать в пользу человечества. Ну, я его назвал знаниевое общество, чтобы не путать с общественной организацией. А в противоположность ему я анализирую марксистское общество, то есть общество, основанное на марксизме. Почему именно общество, я анализирую, потому что марксистское учение как бы вредно критиковать, а вот марксистское общество, какое-то конкретно основанное на марксизме, мы можем критиковать спокойно, без всяких экилогов. Марксистское общество, если мы посмотрим практикой, оно было организовано ну, порядка 30 государств социалистических. Все они говорили, что они идут под флагом марксизма. Ну, там СССР, Венгрия, Польша и прочее, прочее, даже Китай говорит, что он идёт под флагом марксизма. А в чём же результат, то есть это главенствующее знание, которое управляло всем обществом, это флаг марксизма. А результат-то мы на практике видим, что все эти общества всё-таки были разрушены и заменены на другое капиталистическое общество. Я не буду уточнять, кто прав, кто виноват. Просто вариантов марксистских обществ было много. Почему? И люди почему-то думают, что следующее марксистское общество, оно будет самое правильное и победит капитализм. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я написал книгу «Социал», которая излагает теорию экономического построения социализма. Почему экономического? Потому что для того, чтобы победить капитализм, я считаю, должно быть экономическое соревнование с капитализмом. И если общество, руководствующее этой теорией, должно победить именно капиталистическое общество. Я взял конкретно, составил таблицу. Значит, марксизм – это что такое? Это идеология рабочего класса. Я излагаю теорию общества знания. Это идеология творческого класса. Почему идеология творческого класса к нам подходит очень близко? Потому что из практики мы видим, что 30% мирового ВВП составляет творческий труд. То есть это доходы от патентов, изобретений, лицензий, ноу-хау. 30% мирового ВВП. 30% составляет прибыль и 40% составляет затраты живого труда. То есть вообще-то результативность творческого труда на данный момент, оно резко возросло. Сравним две идеологии. Идеология рабочего класса и творческого класса. Сравнивать идеологии мы должны по основным составляющим любой идеологии. Это философия, политическая экономия и социология. Если кратко говорить, кратко очень, то философия марксизма, вся теория начинается с анализа производства товара. Производство товара и туда-сюда. А в идеологии творческого класса анализ начинается с анализа производства жизни. Это более глубокое. Я не буду сильно расширять, просто скажу отличия, потому что времени мало. В философии марксизма форм движения материи пять единиц, в идеологии творческого класса восемь единиц. Принципиальное различие двух философий заключается в том, что в объектах, которые трудятся, в марксизме трудится только человек, а в идеологии творческого класса трудится все живое. Это целесообразная деятельность по жизнеобеспечению. В части политической экономии. Соответственно, прибавочная стоимость создается трудом в одной теории рабочих, в другой теории трудом творцов. Закон социализма. Тут говорили, что марксизм имеет экономическую теорию. Ну, я считаю, что марксизм не имеет экономической теории. Книга «Капитал» так и не дописана. А раз книга не дописана, значит, теории, как таковой, экономической, нет. Есть, так сказать, шаги, случайные шаги и шатания. В политической экономии социализма по идеологии творческого класса есть закон, формально описанный закон развития социализма. И принцип развития общества, принцип развития общества, к сожалению, теории марксизма, это описывается основным положением, которое сказал Маркс, это уничтожение частной собственности. А уничтожение частной собственности, оно же является еще и границей. Как только частная собственность уничтожена, то марксистская теория исчерпает свои, так сказать, возможности развития. Все, она свои, так сказать, положения реализовала. То есть, вот в СССР в 1936 году марксизм уже исчерпал свои теоретические базы. Разбитие марксизма, а он уже все вносит дискуссионную струю. Да, дискуссионную. Да, товарищи. Что это за слово? Это демократичный говорит. И посмотрим социологию. Социализм в марксистской теории рассматривается только как фаза коммунизма. Я считаю, что социализм это отдельная общественно-экономическая формация, отдельная, не просто шаг, а отдельная общественно-экономическая информация, которая подчиняется определенной совокупности законов. И, соответственно, тип правления марксистский это политический. политическое развитие общества происходило например в СССР очень хорошо, а вот как только настал момент экономического развития общества, здесь марксизм резко забуксовал. Экономической теории как таковой нет, и соответственно общество стало буксовать на одном месте. И еще один вопрос, это вопрос о классах. К сожалению, Маркса последней главой книги «Капитал», которую он написал, она называлась «Классцы», но он так и не написал, а современные марксисты так и не разобрали что же такое классы и сказать конкретно к какому классу относится конкретный человек невозможно. Есть вообще классы, вообще где-то там абстрактные классы, а конкретный человек к какому классу невозможно. И поэтому основной принцип это отраслевой. Человек работающий на заводе является рабочим классом, а человек работающий в колхозе является христианским классом. По моей теории классы трудящихся они различаются по форме оплаты труда. То есть есть три формы оплаты труда сдельная, повременная и аккордная. Аккордная это христианский класс, сдельный это рабочий класс, а повременная рабский класс. Я вот был всю жизнь рабским классом, ничего страшного в этом нет. Таким образом сравнение двух обществ, знания общества и марсистского общества, вот если мы можем еще опереться на акции сказать, что он писал, что развитие основного капитала в книге капитал он писал, является доказательством того, до какой степени всеобщее общественное знание превратилось в непосредственную производительную силу. Всеобщее общественное знание. Весь сеншафт новолич там скобочек квадратных стоит. Да, есть такое. К сожалению, в общем, такое сравнение, ну я вот голое сравнение, так сказать, краткое даю, и я прихожу к выводу, что теория марксизма не позволит обществу никогда победить капитализм, потому что это политическая теория, а победить экономическое общество, политической теории невозможно. Поэтому капитализм все время побеждает, а марксизм, к сожалению, немножко проигрывает. Таким образом, я вот осветил, как говорил Ленин, без революционной теории нет революционного движения. Мы все говорим буксует-буксует, а нет революционной теории, значит, нет революционного движения. Все, я закончил. Спасибо. Позвольте выступить. Из записавшихся я последний товарищ. Значит, я хочу начать с цитаты, которая только что привозилась. Значит, на нее все время ссылаются, чтобы доказать, наука становится непосредственно производительной силой. учитывая, что в капитале в трех томах нигде такого не говорится, а говорится, что наука является всеобщей общественной производительной силой. То есть, она повышает производительность общественного труда. А что в этом месте говорится? В этом месте говорится следующее. Воплощаясь в основном капитале, то, что обычно не инситирует, а вот делает так, как когда дочь и товарищи отрезает голову этой самой выдержки, а воплощаясь в основном капитале. То есть, превращаясь в железо, грубо говоря. Идея научная, когда она превращается в железо, становится непосредственно производительной. Это общее место. Всем ясно, что для того, чтобы идея станка стала производительной силой, она должна превратиться во что? В станок, в основной капитал. Воплощаясь в основном капитале, наука Висен Соснович становится непосредственно производительной силой. Вывод прямо противоположный тому, что, так сказать, пытался тут провести предыдущий окладчик. Он выступал за то, что надо экономическую сторону поднимать. Я как раз этому критерию слегка соответствую. Я кандидат экономических наук, профессор по кафедре экономики и права. Ну, а здесь это у меня ученое звание, должность, у меня профессор-консультант кафедры социальной философии и философии истории. И в связи с этим я хочу сказать, что наличие вот таких представлений, которые нам были изложены, они, это говорит как раз о том, что мы вступили в реакционную эпоху антирабочую, антимарксистскую, антинародную, я имею в виду Россию. Но мне бы хотелось сделать доклад более общий о том, в какую эпоху вообще мы живем, тем более, что вот здесь совершенно неверно было сказано, что якобы везде социалистический, социализм потерпел поражение, социализм потерпел поражение везде, где он был не своей классовой борьбой создан, а при огромной поддержке советской армии, при тех больших жертвах, которые советская армия понесла. И даже вот в этих странах и не удержали социализм, а во всех странах, где было мощное революционное движение, Китай, Вьетнам, Корея, Лаос, Куба, везде или имеется уже первая фаза коммунизма, как в Корейской народно-демократической республики, либо имеется переходный период от капитализма к коммунизму, а государство этого переходного периода называется социалистическим государством или государством диктатуры полетариата, это можно сказать синонимы государства переходного периода, тем более, что государство диктатуры полетариата остается и в первой фазе коммунизма, поскольку для полного уничтожения классов нужно ликвидировать различия между городом и деревней, людьми физического и умственного труда. Это дело очень долго. Ленин даже не пытался какие-то сроки здесь устанавливать, поэтому все эти самые торопливые заявления, что сейчас мы будем уже в полном кунизме, который мы слышали от Хрущёва и других безграмотных, понятно, что они сыграли реакционную роль. Так вопрос, который я хочу поставить, в какую эпоху мы живём. Правда, нам объясняют, что мы живём в эпоху цифровизации. И это, так сказать, обычная буржуазная подмена. То есть, когда стоит вопрос об эпохе, то вопрос не в том, чем вы пишете, и даже не тем, что у вас в голове, а тем, какой способ производства. Вот что определяет. Это, во-первых. Во-вторых, эпоха обычная – это не только способ производства, это переход от одного способа производства к другому. Вот одно время мир жил в эпоху перехода от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. Потом была эпоха перехода от рабовладения к феодализму. Потом наступила эпоха перехода от феодализма к капитализму. Закончилась она в основном, потому что мы видим, что наши руководители встречаются с королями, с принцами в Саудовской Аравии и так далее. То есть, сказать, что уже с феодализмом всё закончено, пока не приходится. Но можно сказать, что да, а какая сейчас эпоха? А сейчас идёт эпоха перехода капитализма во что? В коммунизм. Вот, так сказать, смысл эпохи современной. И если брать то, о чём здесь уже говорилось, что всё наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Можно сказать, что сейчас эпоха перехода от частной собственности к общественной. Причём это не первый раз общественная собственность. Одно дело – общественная собственность, чрезначальная тезис. Другое дело – отрицание этой общественной собственности. Это, можно сказать, частнособственническая, большая частнособственническая формация рабовладения, феодализм, капитализм. И, наконец, отрицание, отрицание, возвращение к коммунизму навсегда. Почему? Потому что второе отрицание, есть бесконечное отрицание. Отрицание частной собственности имеет характер не разового отрицания, скажем, вот мы победили, ура, да здравствует. А отрицание частной собственности или уничтожение частной собственности, превращение её в ничто – это постоянный процесс. И этот постоянный процесс характеризует коммунизм. И как только люди думают, что один раз надо что-то сделать, построить, как будто это дом построить. Да сколько у нас построенных домов, которые разваливаются. И кто их не трогает, они разваливаются. Так же и с обществом. Если вы думаете, что вы построили коммунизм в первой фазе, и, дескать, уже он назад не уйдет, но если вы его не двигаете дальше, он пойдет назад. Потому что всякое развитие, как учит нас представители знания, а именно Маркс, Энгельс, Ленин, того знания, которое мы имеем об обществе, и которое является гениальным достижением всего человечества, которое никто превзойти не смог, да и не может исторически превзойти, потому что такие произведения рождаются раз навсегда. Пока существует эпоха перехода от капитализма к коммунизму, капитал Маркса, тритома, который он, во-первых, сам дописал, во-вторых, Энгельс их подготовил к печати и опубликовал, вот эти тритома капитала представляют собой основу учения о развитии общества. С учетом того, что говорил Александр Сергеевич, конечно, это не охватывает, так сказать, все мировоззрение, это охватывает то, что касается общества. Но запоры на производство материальное, а через материальное производство есть движения, и ко всей, так сказать, к физике, к химии, к другим наукам, без которых современного производства просто быть не может. Если мы берем как ядро материальное производство, вовсе это не означает, что мы должны забыть о других науках, о музыке, о скульптуре, о живописи, о велитристики, о художественной литературе и так далее. Так вот, в этой эпохе произошли большие изменения. Почему? Потому что до Великой Октябрьской социалистической революции мы говорили, как Ленин и говорил, что у нас мы живем в мире империализма, монополистического капитализма. И это уже неверно с 1917 года. Неверно не в том смысле, что что-то из учения Ленина там неверно. Вот для того времени, когда Ленин писал, все это верно. А сейчас неверно, потому что сейчас у нас произошла революция социалистическая в целом ряде стран. То есть с 1917 года. А если вы из-за знаний его и класс, из-за знаний его и общества, то надо знать, что не было ни одной минуты, когда бы в мире с 1917 года не было социалистической страны. Во-первых, в 1928 году появилась в 1928 социалистическая Монголия. В 1924 году? В 1924 году? В 1924 году. А, в 1924 году. В 1924 году. В 1924 году. Социалистическая Монголия. Потом целый веер после Великой Отечественной войны появился социалистический государств в Европе. Хотя мы знаем, что, например, Советская революция в Венгрии была подавлена. Это тогда уже было. Так-то не новость. Паварская революция была подавлена. Поэтому не новость. Более того, если мы хотим быть представителями знания, то мы должны знать, что учение о революции Лениным было пересмотрено. И сказано, что для периода империализма неверно, что революция победит сразу в целом ряде капиталистических стран, крупнейших. Почему? Потому что империализм довел это неравенство, которое было, неравенство творопроизводителей, потом неравенство целых компаний, потом неравенство государств уже в их развитии, что невозможно созревание революционной ситуации сразу во всех, так сказать, крупнейших странах. Сначала он может победить в одной отдельно взятой стране. Где это написано? Это написано в работе «Военная программа пролетарской революции». Некоторые товарищи делают вид, что ее нету, докладывают, что есть такая работа. «Военная программа пролетарской революции» там именно это и написано. Более того, есть еще одна работа, которая специально посвящена тому, как понимать революцию теперь. Революцию надо понимать так. Написано в работе «Лозунги Соединенных Штатов Европы», что это не революция сразу в нескольких странах, а это революция в одной стране, в другой, или контрреволюция, так сказать, это вот цепь революции и контрреволюции, которые в целом ведут вперед, вперед к накоплению, так сказать, вот этих самых социалистических революций. И что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем Китайскую Народную Республику, социалистическую страну, социалистическую, то есть та, которая совершила социалистическую революцию, находится в переходном периоде от капитализма к коммунизму. Миллиард четыреста миллионов населения. Социалистическая Республика Вьетнам тоже в переходном периоде, там пока социализм не построен. 100 миллионов населения, значит, уже полтора миллиарда. Корейская Народная Немократическая Республика, первая фаза коммунизма, нет там частной собственности? Никакой. Могу засвидетельствовать, я там был две недели в 92-м году, сам все смотрел, проверял, нигде не нашел частной собственности, нету, никакой. Даже и предлагал доллары и рубли, никто не берет. Не берут, не надо им никому. За даром? За даром, они и за даром не нужны, ничего, на них там нельзя купить, ничего. Ну отдайте нам, Николай. Отдам, но после. Когда появится снова. И те, которые были в директорстве. Дальше, значит, Куба, 11 миллионов. Ну и последняя революция, кстати, Куба, Америка уже, совсем другой континент. И уж, наверное, вы не скажете, что вот, скажем, Фидель Кастро при поддержке Советского Союза революцию сделал. Вот поддержка была тогда, когда пытались задушить революцию, Советский Союз поддерживал. А революция была совершенно самостоятельной. Между прочим, конечно, и революцию в КНР поддерживали при товарища Сталине, очень сильно поддерживали и помогали. И в КНР революции помогали, поддерживали, и это правильно. И революции в новых странах и будут при поддержке, и так далее. В Лаосе, ну напрямую, вроде бы, Лаосу не помогал Советский Союз, но он помогал Вьетнаму и Китаю, которые поддерживали революцию в Лаосе. Когда она была? В 1975 году, совсем недавно. Вы считаете, это очень редко, что ли, революции? По-моему, это не очень редко. Больше полутора миллиардов живет при социализме. Поэтому, можно сказать, и мы должны это зафиксировать совершенно твердо и определенно, что утверждение о том, что мы живем в капиталистическом мире или в мире, в котором все социалистические революции потерпели поражение, они не только вредные, а зловредные и предательские. И они искажают и извращают историческую действительность. И люди, которые это извращают и искажают, не имеют никакого права называть себя представителями знания его общества, потому что они не знают самых элементарных вещей, причем крупных. Я говорю о таких крупных вещах, что уж больше крупнее просто ничего не найти. Поэтому мы живем в обществе двуполярном. А поскольку мы живем в двуполярном и знаем, что империалистические державы теперь уже не имеют два блока, а только один. Это новое, при Ленине такого не было. И этот один блок возглавляется одним государством, Соединенные Штаты Америки. И этот, Соединенные Штаты Америки держат всех в этом блоке так, что они пикнуть не могут. Япония может что-то сказать? Нет. Германия может? Ну, по мелкому что-то. Зато они тучей, так сказать, бросаются туда, куда их направляет Соединенные Штаты Америки. То они на Ирак нападают совместно, то они на Ливию нападают совместно. И вот Соединенные Штаты, там полный гегемон. Вот это новое. Такого не было при Ленине. И до Ленина не было. Вот у нас один только крупный клан империалистический во главе с Соединенными Штатами Америки. И он проводит во внешней политике политику фашизма. Это тоже новое. Потому что они, так сказать, участники антигитлеровской коалиции, боролись с фашизмом. И внутри им как бы не с руки налаживать что-нибудь фашистское. Они фашистскую политику проводят по отношению к малым государствам. В Югославии его уничтожили, раздробили. Ирак избранного законного президента повесили. Заодно внука его расстреляли. Записали на видеотелефон. Вот вам цифровизация, чтобы можно было посмотреть, как вешать. Вы можете посмотреть, как разрывали, так сказать, и вырвали ноздри Мамару Каддафи в Ливии. Которого, конечно, никакого социализма не было. Это все эти разговоры про ливийскую, арабскую, социалистическую, джамахирию, не марксистские. Но там было бесплатное образование, бесплатное обучение. И молодым людям обеспечивали жилье. И вот как бешеные звери на него набросились и уничтожили. Поэтому ввиду этого крупные капиталистические страны, такие как Индия, Пакистан, Южная Африка, Бразилия. Вот эти страны начинает дрейфовать. Россия начинает дрейфовать в сторону лагеря социализма. Как дрейфовать? Ни в какие формальные отношения не вступают. Не заключает никакого договора о взаимном, так сказать, ненападении, дружбе и сотрудничестве. Но имеется шанхайская организация сотрудничества, что является ее ядром. Все понимают, что Китайская Народная Республика. А что является дополнением к этому ядру? Россия, которая, конечно, имеет потенциал ракетно-ядерный не хуже, чем американский. Но, учитывая, что благодаря прекрасной работе нашей экономики после либерализации, у нас теперь 1,7 мирового ВВП. А у американцев 17% мирового ВВП. И поэтому, если всерьез пойдет гонка вооружений на основе развития экономики, мы не выдержим без Китайской Народной Республики. Поэтому мы, естественно, дрейфуем и блокируемся с Китайской Народной Республики. Когда говорят, что у нас санкции, мы блокированы, мы в кольце врагов. Мы не в кольце, мы в полукольце. Там такой бесконечный рынок в Китае, что у нас никакой проблемы ни с получением, так сказать, передовых образцов технических, тем более, что мы участвовали в становлении этого самого Китая, ни в сбыте товаров нет. Поэтому нет такой страшной проблемы, не надо нас пугать. Второе, значит, к этой же группе государств дрейфует, вот те, кто говорил, есть еще одна страны БРИКС. Опять же, те же самые Китай-Россия. И там еще Бразилия, Южная Африка. И, пожалуйста, вы. Ну, там тоже неформальные отношения, но встречаются, договариваются. Банд там собирается делать совместный. И как тут доложил Владимир Владимирович совсем недавно, что вот эти страны, вот эти БРИКС, они на 12% больше выпустили ВВП, чем семерка. Вот так. А кто попросился в эту шанхайскую организацию сотрудничества? Какие капиталистические страны, которые не хотят, чтобы их съел? Американский людоед. То есть это кто? Индия и Пакистан. Крупные, с высокими темпами роста. Так? И они обе просились настойчиво, их приняли год назад. В итоге, что мы имеем? Вот, значит, вокруг социалистического Китая и привыкнувшей к нему России, капиталистической, буржуазной, сгруппировались такие буржуазные государства, которые не хотят, чтобы их проглотил руководитель мирового империализма, американский капитал, проводящий фашистскую внешнюю политику. И в итоге, значит, поскольку Индия, это только же сколько Китай, миллиард четыреста, Пакистан поменьше. Но они между собой-то воюют, а вместе пошли в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Интересно, что когда собираются министры иностранных дел, в это же самое время, поскольку мероприятие называется Собрание Министров Иностранных Дел, собирается совещание министров обороны Шанхайской Организации Сотрудничества. В итоге, 40% населения Земли вот находится вот в этом, вот в этой части мира. Сгруппировалось вокруг стран, которые являются социалистическими. 40%. А 60% будем считать под пятой Соединенных Штатов Америки. Вот такая картина. Вот в каком мире мы живем. То есть, с сегодняшнего времени совсем невозможно и нельзя говорить. Во-первых, хватит рассуждать только, что если у нас революция потерпела поражение в России, что она потерпела во всем мире. Это вот о какой-то России центризм. Совершенно непонятный вообще. То мы пролетали всех стран, соединяйтесь, а то мы пролетали и не всех стран, а только себя смотрим, а остальные мы не смотрим. Дескать, ну что там в Китае? А вы посмотрите, когда был кризис мощный, и когда вы берете темпы роста Соединенных Штатов Америки в соответствующий период, получается так, США 2,7, Китай 7,2. Чувствуете разницу? Нету никакого мирового кризиса, нету же мирового кризиса экономического, и не будет. Почему? Потому что в этих странах, которые там есть, у них уклады капиталистические, но у них там плановое, так сказать, ядро, поэтому там никакого кризиса нет, и там идет постоянное наращивание потенциала. Поэтому соотношение сил между вот этой группой стран, которые группируются вокруг Китая и примкнувшей к Китаю, России, эта группа стран все время увеличивает свой потенциал. Соответственно, доля Соединенных Штатов Америки со всеми остальными, хотя она большая, она находится на нисходящей линии. Вот это я хотел подчеркнуть в своем сообщении, чтобы у нас какая-то правильная картина была. А что касается вот этих всех рассуждений насчет цифровизации, ну они, конечно, представляются для людей грамотных, вот здесь собрались у нас люди, и вот товарищ Ирков, он крупный системный администратор в мощной фирме, которая тоже занимается программированием. То есть люди, которые занимаются этим делом и которые разбираются. Иван Михайлович, так сказать, прекрасно разбирается во всей этой системе, связанной с вычислительной техникой. И вы разбираетесь. Я матмех кончал. И я, например, знаю, что на матмехе только самая такая скучная была вот эта вот специальность, там, это вот вычислительная математика. А если вы откроете, там топологию, там нет никаких цифр. Теория колец, там нет никаких цифр. Теория групп, там нет никаких цифр. Гомологическая алгебра, там нет никаких цифр. Ну, в теории атмосферы цифры есть, но они не они главные. И так далее. То есть, даже математику нельзя свести к цифровизации. А люди безграмотные, вот они пришли и им дали эту соску. Причем соску дают серьезным людям, профессорам, докторам. И они эту соску заглатывают и начинают ее жевать. Я думаю, что вот мы, как представители самой такой передовой секции, как я понимаю, у нас вот цифровизация хорошо. Две камеры работают. Докладываю, что то, что вот пошло в рекламу дней петербургской философии, это та запись, которая была сделана этими товарищами. А потому что другие записи не делают, они разговаривают про цифровизацию. У нас вот две камеры поставлены и на канале Фонда Рабочая Академия будет вывешена запись, в том числе и ваше выступление, которое мне лично не импонирует, но мы вам предоставили возможность высказаться, потому что такая точка зрения есть. Если бы она была только вашей точкой зрения, она широко представлена у нас в обществе. И давайте не будем делать вид, что ее нет. Давайте мы закроемся здесь, не будем никого пускать, мы тут одни марксисты и будем разговаривать шепотом. Я думаю, что если кто будет постучить, мы Маркса под стол, бутылку на стол. Как было. То есть, я думаю, что нормально совершенно проходит наше совещание. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, что благодаря Владимиру Григорьевичу в самые темные времена, в 90-е годы, когда проводили Дни Петербургской философии, всегда дверь открыта и всегда идет занятие по марксизму, который проводит товарищ Марахов. То есть, есть такие люди у нас в науке, которые независимо от конъюнктуры стоят на той точке зрения, которая есть точка зрения истины. И от этой истины не отходят. Поэтому я бы вот Владимиру Григорьевичу поприветствовал как патриарха этого дела. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что с учетом того, что вот то, что здесь говорилось, будет вывешено, значит, канал Фонда Рабочей Академии на Ютьюбе, Фонд Рабочей Академии Ютьюб, значит, мы сможем, во-первых, это продемонстрировать то, что здесь было на днях Петербургской философии, на круглом столе по марксизму. Во-вторых, там будут люди ставить свои лайки и дизлайки и высказываться. Поэтому это обсуждение у нас широко продолжится. И я думаю, что те товарищи, которые сегодня выступали, они заложили к этому хорошую основу, потому что для того, чтобы что-то обсуждать, нужно, чтобы было что обсуждать. Вот то, что можно будет пообсуждать, уже есть. Так, вопрос какой-то есть, да? Иленков писал о различиях государственных собственности и общенародной. Что вы об этом скажете? Я не знаю, что такое общенародная собственность, это выдумка. Ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина вы не найдете. Общество, общество, не народ, который берется россыпью, знаете, как это, дороже, а общество, организованное определенным образом, оно держит в собственности средства производства. А государственная собственность, это, если государство пролетарское, то есть действует в интересах рабочего класса, то государственная собственность является формой общественной собственности, потому что это общество, в котором господствующим классом является пролетариат. если государство перестает быть пролетарским государством, выкидывает диктатуру претриата, государственная собственность становится частной собственностью тех, которые от имени государства управляют этой самой собственностью, и вот эти управляющие быстро превращаются потом либо частью коллективного капиталиста, а частью обычных капиталистов в процессе приватизации. У нас, кстати, процесс приватизации зашел недалеко, потому что у нас 70% государственной И много капиталистов сидит в этой нашей государственной собственности, либо под видом членов правления, которые получают по 30 миллионов, по 15, по 20 и так далее в месяц. И это, конечно, никакая не зарплата, а это прибавочная стоимость под видом зарплаты. Во-вторых, они имеют, это государственная же собственность, сам государственный ООО. А в этих государственных ООО, как скажем, в Сбербанке, есть еще доля, которую имеет руководитель, тот же Греф и его соколлеги. Они в этом смысле выступают как капиталисты и получают дивиденды. Они об этих дивидендах вообще ничего не говорят. То есть они являются одновременно и капиталистами, а одновременно управленцами государственной собственности. А поскольку эта государственная собственность организована не как единая фабрика, хотя можно было бы ее организовать, а, я скажу, вы сами самостоятельно все решаете. Как мы решаем? Мы сначала повышаем себе зарплату. И до такой степени повышаем, что это уже никак не похоже на зарплату, потому что зарплата, вот, говорили здесь, что ты, Александр Сергеевич выступал, ну 30, ну 40 тысяч. Ну у шахтера 50 тысяч, сверх 50 тысяч, это прибавочная стоимость все. Это люди получают прибавочную стоимость и являются капиталистами. Они могут быть при этом докторами, профессорами, кем угодно, доцентами, так сказать, и изображать из себя интеллигентов, но это капиталисты, просвещенные. Сейчас век просвещенного капитализма. Ну и программисты, которые 150 тысяч получают, тоже это прибавочная стоимость? И программисты, которые 150 тысяч получают, получают часть прибавочной стоимости. Это понятно совершенно. И буржуазии с удовольствием будет давать часть прибавочной стоимости тем, кто обеспечивает ее нужды. И это совершенно для капиталистов нормально. Например, почему футболистам много платят? Считайте, футболистам платят миллионы, допустим, 15 миллионов. А вот у нас 66 тысяч мест в нашем стадионе новом, да? 66 тысяч, по 5 тысяч, если билеты продать. Сколько будет за вечер? 330 миллионов. Ну, 330 миллионов. Тем, кто пригнал сюда этих людей, которых постригли, можно отдать 15 миллионов. Это ерунда, мелочь. Это нам кажется очень много. А этим кажется, кто это организовывает, это мелочь какая-то. Отдать этим футболистам, пусть бегает. Но если они разобьют себе ногу или кто-то кого-то покалечит, ну, новые придут. Купим в Анголе. Организованный. Да, бизнес организованный. Это мысли. Миллер. То есть, пока нет еще новой революции, соотношение сил изменяется в сторону этой части мира. Вот это мы должны положить в основу всех наших рассмотрений и даже в основу, так сказать, ну, мировозрительную, так сказать, смотреть на мир, как вот так правильно смотреть. Спасибо за внимание. Я хочу всех поздравить с днями петербургской философии. Вы имеете в виду, если вы хотите что-нибудь добавить, то... Пожалуйста. Значит, говорите, нет революции. Мы вот пишем в книгах, что если совершаются революции, то будет конец капитализма. Вот нам нужно дождаться и этого момента, конечно. Поэтому просто так. Не бывает. И помогать немножко этому, быстрее даже. Ну, естественно. Да, естественно. Поэтому я думаю, что вот надо это обстоятельство иметь в виду. Вот. А второе обстоятельство, что мы говорили сегодня, очень интересно. Я думаю, что мы можем отличную оценку поставить. Ну, тут были какие-то... За четкой, пожалуйста, иди сюда. Да. Вот поэтому мы коротко заканчиваем и ждем революции. Я думаю, что мы поставим отличную оценку нашего коллега. Да, я думаю. Вот это и есть газеты и книги. Все желающие могут взять газеты и книги бесплатно. Как при коммунизме. У нас же все-таки... Наконец-то. То есть стол круглый. Марктистский. Пожалуйста. Кто хочет, может взять. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok